Мораль и нравственность. Первое, это воспитание. Нравственность это такое понятие, которое относительное. Что можно считать относительным? Тигр жирает антилопу, это же безнравственно, ему надо есть. Поэтому в жизни, так сказать, мораль и нравственность первое воспитание. Если есть воспитание, если ты можешь пропустить дедушку, не бабушку, а дедушку и не лезть вперед, если ты можешь человека поднять, а не стоять и смеяться, вы дурак, вы упал. Это, конечно, безнравственно и аморально. Самые аморальные люди, это журналисты. Такие все, в основном желтая пресса, но и другие грешат для того, чтобы как-то выпендриться. Например, можно очень легко спиариться, намажь себя зеленкой и чем-нибудь плохо пахнущим, и выйди в толпу, все на тебя обратят внимание. Все, и ты будешь известен даже. А если снимут еще на селфи какое-нибудь и выдвинут в этот интернет, вот это интернет, это безнравственно. Потому что человек должен нести ответственность за поступки и за деяния. Если он не несет ответственность и имеет возможность делать что-то безответственно и делает плохие вещи, это аморально и ненравственно. Нравственность и мораль ушла с пропажей такого понятия, как достоинство. Раньше такое понятие было, например, офицерская честь. Сейчас офицерской чести практически нет. Слово офицера, это все, человек должен застрелиться потом. Кто сейчас стреляется? Да никто не стреляется. Уж не говорим о правосудии, насколько оно безнравственно. Ну, это нечто. То есть найти нормального судью, это такое дело, встретить. Нет, встретить. Не найти, а встретить просто. Вот, поэтому вы задали вопрос, называется по-английски, «to tell something about nothing, to tell nothing about something». Говорить что-то ни о чем, ничего о чем-то. На данный момент, если мы посмотрим на дорожное движение, оно полностью безнравственно. Если мы посмотрим на рынки, они полностью безнравственны. Никто за что не отвечает. Я, если продавал когда-то что-то, вот у меня был случай. Я продавал магнитофон одному мужчине из Баку. Все ему рассказал, что вот тут потенциометр шуршит, тут вот тот, тут этот. Все ему рассказал. Потом он достает корочку, а он полковник милиции. Он говорит, ты понимаешь, а я его на толкучке снял. Ты понимаешь, говорит, что ты сделал? И я говорю, ну я так не знаю. А снова, конечно, уже поджилки трясутся. Он говорит, ну ты такой честный, говорит, я такого не встречал. Спасибо тебе, говорит, большое. Я покупаю этот магнитофон. Вот это я считаю нравственно. То есть элементы честности, хотя бы элементы должны присутствовать. А когда под тебя заряжает твой коллега деньги, чтобы тебя не давали в эфир, и потом с тобой здоровается и дружит, а я знаю точно, что он зарядил, ты заряжай под себя, чтобы тебя показывали. Вот и все. Это нравственно. А под товарищи не фасон. А если вернуться к теме как раз экрана, интернета, именно общения, то информация, которая идет с экрана, того общения, которое в интернете существует, не всегда вежливо, далеко не всегда вежливо. Я считаю, что надо регистрация этих людей, так же, как и регистрация автомобилистов. Должна быть регистрация, и человек должен отвечать за свой номер. Если он дает информацию, он должен расписаться. Басик, Кучкин, номер 24, БИС, Ибн Катаб. Вот так я считаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!